А теперь о спорте. Весенний марафон «Гонка героев» прошел на стадионе «Урожай» в Томилине. В нем приняли участие ребята из школ городского округа Люберцы. Для учеников была организована максимально сложная полоса препятствий. Как они с ней справились, расскажет наш корреспондент. Весенний марафон «Гонка героев» — это масштабная игра, в которой объединены спорт и элементы военно-патриотического воспитания. Проект охватил практически весь городской округ Люберцы. На этот раз в нешуточной борьбе сразились по 10 участников из четырех школ Томилина. В рамках данного этапа ребята попробуют себя в силе, в выносливости, в меткости и, соответственно, в баланс навыков. Кто-то сильнее, кто-то быстрее, кто-то точнее. Но в итоге побеждает та команда, в которой сохранят этот баланс. Езда с змейкой на велосипеде, бег по пересеченной местности, подтягивание, стрельба, лазание по-пластунски и преодоление так называемой паутинки. Десять сложных этапов, в которых результат зависит от каждого члена команды. Нам очень понравилась сегодняшняя игра. Мы любим заниматься спортом, и спорт — это жизнь. Мы хотели бы еще поучаствовать в ней. Нам очень понравилось, мы бы хотели еще раз сюда прийти. Залог победы в этой игре — сплоченная работа в команде. Для ребят из 17-й школы это не проблема. Парни в буквальном смысле с первого класса вместе. Отсюда и результат. В Томилинской гонке героев они стали сильнейшими. Самым сложным на сегодняшний день было испытание паутины. Сложно это, просто выдыхаешься, когда проходишь, ползаешь. Самое сложное, наверное, это было на турнике вон. Потому что она болтается, из-за этого неудобно проходить. Сетка была бы натянута, было бы легче. Отборочные этапы весеннего марафона прошли на всей территории городского округа. Сильнейшие команды защитят честь своей малой родины в финале в гонке победителей. Она пройдет уже в августе этого года. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.